Друзья, мы давно никуда не ездили с семьей отдыхать. И вот этот день настал. За окном в Москве слякоть и холода, а мы едем на Шри-Ланку. Миш, ты хочешь в путешествие поехать? Угу. Ага, вот мы едем. Поехали вместе с нами. Первый раз лечу чартером. И я не знаю, что их все так ругают. Обычный самолет. Там, понятно, телека не было, но я все равно спал 8 часов или 9. Так что вообще без проблем. По еде обычная еда. Места для ног, кстати, много было, можешь показать. Вообще, очень часто говорят, в аэропорту не менять, а вот по моему опыту в аэропорту очень часто нормальные курсы. Ну, кроме России. Сейчас узнаем, сколько будет в городе. Мы прилетели на Шри-Ланку. В аэропорту всех встретили красивыми гирляндами из цветов и национальными танцами по традиционную ланхийскую музыку. После небольшого представления мы поехали в наш первый отель, в Коломб. В отеле нам объяснили, что любое хорошее дело на Шри-Ланке начинается с зажигания лампады. А потом угостили соком из фрукта лилии. И мы отправились по номерам. А потом угостили, что любое хорошее дело на Шри-Ланке начинается с зажигания лампады. Ну что, друзья, как вы уже поняли, мы приехали на Шри-Ланку. Мы приехали в рамках тура. То есть не как самостоятельные путешественники. Скажу честно, не буду врать. Компания Annex Tour пригласила нас, чтобы мы затестили ее туры. Я был на Шри-Ланке в 2010 году. Три месяца я возил группы по Шри-Ланке. Был почти везде, кроме севера. Опять же, не буду врать, расскажу как есть. Будет прикольно? Скажу прикольно. Будет что-то не прикольно? Скажу честно, что не прикольно. А дальше вы уже там сами будете смотреть. Смотрите. Шри-Ланка была открыта португальцами в 1506 году и ими же была колонизирована. Потом их сменили голландцы, а в 1795 – англичане, которые оставили самый большой след в современной истории острова. Пока в 1948 году страна не получила независимость и не начала свой непростой путь. На Шри-Ланке один из самых высоких уровней грамотности населения – 92% среди мужчин и 89% среди женщин. Что, безусловно, заметно, когда выходишь за пределы отеля. Здесь уживаются три равноценных национальных языка – тамильский, сингальский и английский, что очень удобно для туристов, так как даже ребенок сможет вам помочь. Всем добро утро. Сегодня мы поедем в Талуэд. Это номер первый. Он очень крутой. И да, почти такая же, как в России, и я прям мог лопнуть. Этот отель номер один пока еще. Посмотрим, какой отель будет самый лучший. Поставим рейтинг отелей? Да. Сколько ты баллов поставишь этому отелю? 300 долларов. 300 долларов? Да. Хорошо, отличный рейтинг. Сейчас, значит, мы поедем в Сигири. Нарвил первый отель в Коломбо, конечно, за те 8 лет, что я не был. На Шри-Ланке она дико изменилась в лучшую сторону. Столько построили небоскребов, хайвей, крутые дороги, там магазинов, ресторанов, столько прямо всего. Вообще круто. В 8 лет ничего подобного не было. За 8 лет огромный скачок сделал. Молодцы. После ночи в Коломбо мы поехали на одну из главных достопримечательностей Шри-Ланки, в Сигирию, попутно делая небольшие остановки. Население Шри-Ланки 21 миллион человек, из них 75% населения это народные сингалы, 11% тамилы, в основном живущие на севере острова, 9% это бюргеры, так называют потомков от смешанных браков с европейцами, и менее 1% это древние племена, называемые веды. У меня кокос всегда ассоциировался с березовым соком. То есть такая вода, чуть-чуть сладковатая и с небольшим таким привкусом. Говорят, мочегонная и очень полезная. Нам гид только что рассказывал, я не знал этого. Открывается мега легко. Я думал, что сложнее, я ударил со средней силой, пробил кокос чуть ли не на треть. Обычного кокоса здесь, видите, очень тонкий слой этой штуки. Вот, но на вкус она... Как... ...безвкусное желе. Чуть-чуть сладковатая. Миш, ты же любишь желе. Почему ты не хочешь есть? Желе. Вот, видите, я вот так вот все это соскоблил. Вот с кокоса вот такая у них осталась штука. И здесь совсем чуть-чуть. Это королевский кокос, он растет только на Шри-Ланке. Кушай. В стране 70% людей исповедуют буддизм, в основном это сингалы, 13% индуизм, в основном это тамилы, 10% исповедуют ислам и всего 7% христианство. Несмотря на то, что европейские миссионеры прививали христианство почти 500 лет. Мы приехали в парк Гири, это львиные лапы переводят, гора, на вершине которой находился раньше дворец правителя Кассиапы. Сейчас только что прошли вывеску, в этой вывеске написано, что будьте осторожны, не купаться в реке, не ходить по газонам, потому что здесь водятся крокодилы, кобры, питоны, вараны, слоны, муфи, цеце. И самое главное, опасность для туристов, особенно для туристов с техникой и особенно для туристов с бананами, здесь водятся мартышки. Вот, в общем, ну у нас есть оружие массового уничтожения обезьян, и они его ненавидят, как только они увидят, сразу они ретируются по-быстрому, поэтому мы можем чувствовать себя спокойно. Пойдемте. Сейчас мы находимся в так называемом саду, когда человек заходил сюда, у него создавалось впечатление, что он попадал в более прохладное место, потому что здесь был природный кондиционер, все время текла вода с горы. И были высокие деревья, которые создавали тень, и плюс были высокие стены, которые также создавали тень, и тут бассейны, в них купались цари и короли Шри-Ланки, там, две тысячи лет назад. Открылись случайно, как обычно. Альпинист английский полез на гору на самый верх, залез, там походил, пострел, а потом спускался вниз на веревках и обнаружил случайно фрески. Сегодня мы уже на путешествии. Будем подниматься на гору, смотреть, как будет там. Там голова есть очень большая. Мы будем очень долго на нее набиваться, но это просто обалдеть. Сигири, а этого надо будет совсем потому, как ушла вода. Понимаете, такой он когда-нибудь на горе, как ушла вода. Изначальная история была такая, что мы не знали, брать Мишку, не брать с собой сюда, на Сигирию, потому что высокий подъем, долго идти. Не знали, как он отреагирует, для него это первый опыт подобный. И сейчас смотрим, как он поднимается, как вообще в этом 5 лет, как он такой легкостью или сложностью переносит этот подъем. Конечно же, мы его подготовили, сказали, что будет много ступеней, что надо будет очень много идти. Так что смотрите, как вообще ребенок может подняться, не может на гору. Самим интересно. Подъем на Сигирию состоит из 1222 ступенек. Мы с волнением начали его и обсуждал, когда Мишка захочет на плечи или начнет говорить, что он устал и дальше не может идти. Но, к моему большому удивлению, он обогнал всех взрослых, прибежал на вершину самой первой, а об усталости не было и речи. Он был полностью поглощен этим соревнованием. Продолжение следует... Идти на вершину забывайся. И даже ни разу на ручки не просился? Нет. Легкотнятый. Да, легкотнятый. Опа! Я поднялся на самый верх, и мне хорошо. Вот здесь, 8 лет назад, на этой горе, гора Сигирия, я в первый раз познакомился со своей женой. Сейчас наш сын стоит, снимает нас на видео, а мы приехали сюда вспомнить нашу молодость. Вот такой вот у нас путешествие на Сыр-Ланку, день первый. Ты рада? Да, рада, нет. Миша, ты рад? Да, очень. Классно. Вот так все рады. Семейное путешествие, путешествуем с ребенком. Берем его на все экскурсии. Переживали, что он будет ныть, страдать там, голодный, пить хочу, в туалет хочу. Все нормально, можно ездить спокойно. А он нам помогает. А он нам помогает, да, это хорошо. Снимает. Берите детей с детьми, классно путешествовать, очень классно. Миш, тебе нравится с нами, с мамой путешествовать? Да. Да, еще поедешь? Да. Куда хочешь поехать с нами? Я хочу поедеть в самое любимое, это Китай. Ты не был в Китае ни разу. А что, я хочу поедеть? Хорошо, просто ты говоришь, самая любимая. Да, самая любимая, да. Хорошо, ладно, поедем в Китай тогда. Ждите видео из Китая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потом мы приехали в новый отель, снова зажгли лампаду. Выпили сок из какого-то экзотического фрукта и пошли изучать наш номер. А в номере нас ждал сюрприз. Субтитры Алексею Дубровскому! Конечно, кусай. Ну да, на кишу я. Киша, ну понравилось. Ну и кушай. Почему нарушены правила маркировки у вас? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok